Здравствуйте, Михаил. Хочу рассказать свою историю. Меня зовут Андрей, мне 21. Учусь и живу в Украине, Запорожье. В планах эмигрировать в США. Сейчас учусь на Computer Science в университете. Закончил college по этой специальности. В универе почти не получаю знаний, так как никому до тебя нет дело и процветает коррупция. Это, наверное, за деньги отметки ставят, я так понимаю. Также параллельно отработал два года в одной престижной IT-компании в своем городе. Получил много полезного опыта. Летом этого года уволился и перешел на фриланс. От клиентов отбоя нет. Смотри на него. Так, может кому-то на уст там намотать. Отбоя нет. Ну и для меня отличная практика. Если что, то я фронт-энд и бэк-энд веб-разработчик. В принципе, это сейчас пользуется спросом. Я не жалуюсь. Знаете, все, чего я добился и все, что я знаю, я пришел к этому самостоятельно. Я давно понял, что самообучение решает в этом мире. Сейчас же я усиленно изучаю английский. За 8 месяцев прошел путь от начального до upper intermediate. Правда, словарный запас иногда подводит, но останавливаться я не собираюсь. Хочу спросить у вас совет. В правильном ли я направлении двигаюсь или нет? Стоит ли бросать этот горе универ, если подвернется возможности мигрировать? И если не подвернется, то что мне делать после окончания учебы. Так как идти в украинскую армию желания нет. Ну что, друзья, значит, история молодого человека хорошая. Он в свои там 21 год во многом сам подразобрался. И вообще способность человека самому усваивать информацию важную, это здорово. Другое дело, что по жизни очень большую роль играет то, с какими людьми ты встречался и как они на тебя повлияли. То есть есть люди, как бы четко делятся на две категории. Знаете, вот есть люди, на которых никто никогда не повлиял, а есть люди, которые были, ну, как бы в хорошей школе или имели ментора хорошего, или в команде убойные работали и так далее. Поэтому я бы не сбрасывал со счетов, как бы, важность вот этого компонента в жизни. И вот это внешнее воздействие на молодого человека, оно с одной стороны, конечно, в системе образования происходит и с другой стороны происходит, пока он работает. Но вот не фрилансером, конечно. То есть, безусловно, фрилансером он по-другому развивается. Он самостоятельно решает задачи. Это очень здорово. Это очень-очень здорово. Это абсолютно жизненный навык, без которого жить вообще сейчас нельзя. Но если бы он помимо фриланса, еще бы, скажем, поработал бы в какой-нибудь хорошей конторе, хотя он поработал, ну, просто недолго. И не на сеньорских позициях. Вот я об этом. То есть, там, где глубина другая того, что люди делают. Вот. Университет. Жалко, что так с университетом. Понимаете, очень жалко, что ему там не нравится. Очень жалко, что там, ну, вот как бы, вот то, что он рассказывает, да, там, коррупция, немотивированные студенты, там, еще что-то. Но, мое такое понимание, что, наверное, есть ребят хорошие тоже. И вот с ними бы надо и тусоваться. То, что там учат, что-нибудь не тому. Но ведь это же ты учишь. Ведь тебя не могут научить в университете. Тебе могут в университете, там, лекцию прочесть, еще что-то. Но 90% того, что ты выучил, это же от того, что ты делал домашние задания, ты читал книжки. То есть, все-таки, от человека много зависит. Помимо вот этого всего. Я вспоминаю вот советскую систему, о которой сейчас многие ностальгируют. И я был студентом, у меня за пять лет не было ни одной четверки, я не получил. И, ну, было много ребят, которые хорошо учились. Ну, может быть, процентов 30. Такие вот, на 4, на 5. Хорошо учились, занимались и так далее. А из остальных, там, 70% половина не училась никогда, не знала ничего. Как-то они там вот вымучивались, там, по тройкам получали, там, свой диплом несчастный. И в то время этот несчастный диплом, как бы, гарантировал им какую-то несчастную работу. Как в наше время говорили, бесплатная учеба, бесплатная работа. Ну, вот, вот эту бесплатную работу они получали где-нибудь, там, на телефонной станции, вот, там, после нашего факультета, где я учился. Поэтому, что тут скажешь. Значит, и раньше так было. Вот были разгильдяи, лоботрясы, а были, там, ребята, которые учились хорошо. Они, там, от армии, может, прятались. Или просто, так сказать, имели фан, что называется. Так что, может быть, молодому человеку как-то пересмотреть вот отношение к учебе. Что еще я хочу сказать, что, если он хочет поработать, так, в международном плане, да, в частности, в Соединенных Штатах, и он рассматривает визу, допустим, рабочую, как уже человек с опытом и так далее, то ему нужно формальное высшее образование. Поэтому, хочешь, не хочешь, надо получить. Вообще надо по жизни. В 21 год ты можешь не понимать важности этого дела, а потом ты будешь понимать, что что-то не то сделал, и вот у тебя его нет. А в молодые годы намного легче все это решается, чем потом. Что еще сказать? Он может, конечно, будучи студентом, он может просто приехать в Соединенные Штаты по студенческой вот этой вот work and travel программе. И, насколько я понимаю, получить визу в США по этой программе намного проще, чем по какой-то другой, там, статье. И остаться здесь, и, там, получить, не знаю, там, политику, как часто это бывает. Очень, очень много сейчас такого. И тогда, может быть, уже на месте доучится. А к моменту, когда пойдет учиться, уже, может быть, там, свои 100 тысяч год получать. Понимаете, тоже неплохой вариант. Как бы я считаю, что очень даже неплохой. Вот, наверное, и все тут короткая история с парнем. Я хочу сказать, что он очень симпатично, как бы, так выглядит. Мне нравятся ребята, которые самостоятельные, которые мотивированные, которые спрашивают, как дальше быть, чтобы к хорошим целям, значит, правильно ли им путем я иду. Правильным путем он идет. Все нормально у него с его путем. Я не вижу, почему бы ему и дальше не идти этим путем. Я тут больше стараюсь сейчас запарковаться аккуратно, чтобы меня не дали дверью справа. Но это отдельно. Так вот, все у него путем. И я бы сказал, что даже больше, чем путем. Вот, за исключением того, что вот он не получает удовольствия от учебы и не видит в ней особого смысла. Это прискорбно. Но уже пусть доучится, а дальше будет думать. Я бы так сказал. Давайте камеру я поверну. Значит, есть люди, которые вообще сами учатся. Есть люди, которые учатся, когда делают что-то. Вот есть задача. Нужно там кровь из носа через две недели вот это сделать. И он садится и делает. И я это вижу, вы не представляете, как много и как часто. Я могу сказать, что вот у нас примерно тысяча человек проходит за год через школу нашу онлайн и живьем. И существенное большинство из них это не люди, которые учатся хорошо вот так в академическом смысле. Они реально учатся в большинстве своем, когда начинают что-то руками делать. Вот они идут на работу. И вы не представляете, какие письма я получаю. И что с людьми становится там через полгода. Буквально полгода. Только от того, что у них была решимость. Вот они не столько много знали, особенно после онлайнного класса, там маленький класс. Но они самостоятельно занимаются, конечно. И вот и дальше проходит полгода на работе, они просто вот в космос улетают. В том смысле, что какие у них навыки, как они понимают предмет, насколько они продуктивны, насколько они вжились, интегрировались там и так далее. Поэтому у молодого человека есть, ну, все, что надо у него есть. Кое-чего там не доложилось у него с образованием, вот с этим, доложится. Но если мы говорим про правильный путь, очень-очень важно в какой-то момент поработать в структурированной, большой, хорошей, инновационной такой компании. Это очень важный опыт в жизни. Есть люди, которые всю жизнь в стартапах, там замечательно. Но в принципе, очень многие люди приходят в стартапы из хороших компаний, зрелых, где они поработали. И они приносят в стартапы определенную культуру и так далее. Им просто не хватает в большой компании вот этой взрывной атмосферы, когда можно раз и в космос улететь. Вот так бы я сказал. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!